Доброго времени суток, мои шладенькие ютубные пирожочки! Приветствую на канале Йолутюб! Патч 3.1 в Genshin Impact успешно стартовал, но в ближайшем будущем нас ожидает еще больше интересного. Поэтому в этом видео я попробую дать свой прогноз на эпических персонажей в баннерах второй фазы патча. Напомню, что легендарками там будут гидромечница из Сумеру по имени Нилу, а также мечник Альбедо из Манштадта. Мои прогнозы все еще не являются сливами или официальной информацией. Я всего лишь предполагаю с позиции рядового игрока. Оставляйте свои прогнозы в комментариях, посмотрим кто на этот раз окажется ближе к истине. Как правило, эпические герои повторяются с перерывом не менее чем в два баннера. Поэтому можно предположить, что в баннерах Нилу и Альбедо не будет тех, кто соседствовал с Сайной и Винти, а также Кокоми и Гань Юй. Не должны появиться Дори, Синчю, Сахароза и Кокешинобу, Саю, Кандакия. Невысокие шансы на повторение у следующих эпиков. Кишель, Диона, Юньцзинь, Синьянь, Удзю Сара. Тут все как обычно. Либо перерыв слишком маленький, либо есть более актуальные кандидаты, либо в скором времени ожидается реран легендарки, с которой, как правило, повторяется эпик. Да-да, Сара-сан, я уже в который раз смотрю на вас. Ну а теперь начинаем угадывать, какие же персонажи имеют высокие шансы. Их у нас в этот раз много, и конкуренция за позиции будет нешуточной. Могут появиться в баннере Нилу и Альбедо следующие герои. Гео-персонаж, Ноэль Гора или Нингуан. Крио-герой, Розария или Чунь-Юнь. Барбара, кто-нибудь из электриков с большим перерывом, Рейзер или Бэйдуу. Ира-персонаж. Здесь кандидатов аж четверо, Сянлин, Яньхэй, Беннетт и Тома. Калеи или Хейдзо. Попробуем разобраться в этом многообразии. Вот уже три баннера у нас не было гео-героев. Также персонаж с гео-глазом бога пригодился бы для резонанса с Альбедо и взаимной подкачки энергии. Но стопроцентной гарантии здесь нет. Часто лишь один персонаж получает пару того же элемента. В прошлом реране с алхимиком была Ноэль. На этот раз у гео-двуручницы снова высокие шансы, потому что ее очень давно не было. Если же разработчики решат привнести разнообразие, то я бы выбирала Гора. Он бафает защиту и гео-стихию, а также является сравнительно новым персонажем, которому требуется созвездие. Также сейчас в баннере вместе с Сайна присутствует Куки, с которой у Песеля равный перерыв. Нингуан была сказухой четыре баннера назад. Наверное, у нее из этой троицы шансы ниже всего. Уж не поставят ли ее в грядущий в относительно скором времени Реран Шеньхэ? Поглядим-поглядим. Барбара с катализатором и гидроглазом бога наперевес является единственной возможной кандидаткой на попадание в баннер для резонанса с Нилу. Айдл-монашка занимает слот хила в возможном отряде. Она из Манштата и имеет какое-никакое отношение к текущему ивенту. Если Наэль решат подвинуть, то у Барбары шансы довольно высоки. Также у нее перерыв в шесть баннеров. Именно столько она не повторялась перед своим предыдущим рераном вместе с Йелан и Сяо. Если рассматривать баннер как возможный отряд, то Крио, ребята Розария и Чуньюнь находятся в невыигрышном положении. Нила у нас ориентирована на игру с Дендро, а Дендро с Крио не то, чтобы дружат. Гео тоже как бы сами по себе. Как бы то ни было, у Розарии шансы выше. Ее дольше не повторяли с Рерана Аяки. Она из Манштата и появлялась в трейлере с основными событиями патча. Чуньюнь же, скорее всего, повторится позже. Снова вспоминаем про Реран Шиньхэ. И опять в списке тех, кому давно пора в баннер, парочка электроклейморов. Пиратка Бэйдоу и волкомальчик Рейзор. Основания все те же, что и в прошлый раз. Бэйдоу, ну, очень долго не было. Вот уже 11 баннеров подряд. Возможно, это рекорд. Но и Рейзор не сильно от нее отстает, при этом имея меньше повторений. Кроме того, Рейзор играет значимую роль в текущем событии, а также может стать утешительным призом тем, кто не сумеет накрутить себе сайна. Отмечу, что в данный момент Рейзор присутствует в магазине Пайман. Да, у нас уже бывали случаи, когда герой попадал одновременно и в баннер, и в магазин. Но часто наблюдается тенденция, когда герой сначала попадает в магазин Пайман, а буквально в следующий раз он же оказывается в баннере. Может быть, именно из-за этого Рейзор отправится в следующий патч. Как и в случае с гео-стихией, пиро-эпики не повторялись уже 3 баннера подряд. И даже пиро-легендарок у нас весь этот период не было. Поэтому шансы у пиро персонажей высокие. Я думаю, что вероятность на появление выше всего у Сянлин и Беннета. Сянки не было дольше всех, она карманный ДД, который хорошо играет из Гидра и Дендра. Беннет же может поднять продажи баннера. Вангую, что Нила и Альбета не принесут пеноменальную прибыль разработчикам. Также и неудачливый приключенец фигурирует в текущем ивенте Манштадта. Помимо этого, шансы появиться есть у Яньфэй. У нее всего 4 повторения, а по-хорошему должно быть уже 5-6. Ну и замыкает этот список копейщик Тома. Как мы выяснили в прошлый раз, очень многие игроки не в курсе, что Тома вообще-то родился в Манштадте. Но это так. Поэтому его могут рандомно закинуть Кальбедо и Нилу в связи с проходящим ивентом. Лучница Калеи попала в этот список, так как она является одним из немногих героев Дендра-стихии, с которой будет хорошо играть новая легендарка Нилу. Однако перерыв у Лесной Дозорной небольшой. Да и бесплатных копий персонажа нам в последних двух патчах здорово насыпали. Я бы не стала полностью исключать, но и особо большую вероятность дать тоже не могу. Анемо-катализатора Хейтза не было 4 баннера. Он является единственным анимешником с высокими шансами на повторение. Но что-то мне подсказывает, что его закинут куда-нибудь подальше в следующие обновления. Может быть, с какой-нибудь Райден? А может быть, с новой анемо-легендаркой? Да-да, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Так что пока я сильно не ждала бы Хейтза. Уф. В последнее время я чаще не угадываю, чем строю верные предположения. Так что можете сильно на меня не рассчитывать. Но я считаю, что в баннере второй фазы патча 3.1 с Нилу и Альбедо будут следующие персонажи. Гора, Барбара и Сянлин либо Беннет. Список возможных замен у нас довольно большой. По графику туда в первую очередь отправляются Рейзор или Бэйдуу, Наэль, может быть, Калей, исходя из синергии, Розария, Яньфы и Тома. Вот мы и чего-то и напрогнозировали. Если вдруг кого-то забыло, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Я честно стараюсь ввести статистику и никого не пропускать, но мало ли. Скоро узнаем, насколько я была далека от логики разработчиков на этот раз. Баннер второй фазы патча 3.1 я полностью пропускаю, потому как Нилу не вдохновляет, а Альбедо уже есть. Скоро уже два года, как он в моей коллекции. Продолжаю копить и жду более интересных анонсов. А как поступите вы? Понравилась ли вам Нилу или показалась слишком второстепенной и простенькой? Впишется ли в вашу коллекцию Альбедо один из самых любопытных героев с точки зрения игрового алгоритма? В любом случае, пожелаю удачи всем, кто будет крутить. Надеюсь, что вы успели накопить достаточно круток. Всем приятной игры, всего доброго, непременно услышимся и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok